Забирались нас с гора И курили, день прошел, как не было И поговорили Виделись, не виделись, ни на что обиделись Помирились, встретились, шуму натворили Год прошел, как не было И поговорили Так и жили нас с гора И дружили нас с гора Не жалея тратили Не скупясь дарили Жизнь прошла Не поговорили Итак, для тех, кто случайно пропустил прошлый выпуск программы «Акустика», я напоминаю, что в гостях у молодежной аудитории замечательный астраханский дуэт исполнителей авторской песни Андрей Пальцев и Олег Водовозов. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а мы продолжаем общаться И вот давно я хочу задать этот вопрос Я знаю, что почти все Я не знаю, сколько процентов 90-99 авторов И исполнителей авторской песни Имеют высшее техническое образование То есть То, что здесь нужен интеллект В этом жанре, это несомненно Но почему же как-то гуманитарии у нас Так слабо представлены? А что подразумевается, что техническое образование интеллектом не обладает? Нет, я и говорю, что интеллект здесь точно нужен Тогда, значит, у гуманитарии Но почему же только технический интеллект тут блещет? Сложный вопрос, да, Олег? Я, например, не считаю, что он сложный Вот для Олега, может, он сложный Как-то задумался Сынок, море Как зовут? Не знаю, кем будешь космонавтом Или вы не согласны вообще, может быть? Нет, это статистика Тут согласно не согласны, это статистика А вот почему так, я ей-богу не задумался А я, например, считаю, что технический человек начинает отдыхать, полагаясь на смену занятий Да, это вот творчество, это же вроде как совершенно другой полушарий начинает работать И хочется отдохнуть, а отдых вот можно найти в этом Как, например, все технические специалисты, они где-то там романтики какие-то Ну, читают, например, фантастику Это же романтизм определенного рода, особенно там Роберт Желязный или еще как-то По поводу того, что вот творчество, это же отдых, отдых и так далее Творчество вряд ли это отдых Не отдых, да? Да, ну какой же это отдых? Если это настоящее творчество, то это такая Вот мы, к счастью, нас миловал Но мы знаем и видим людей, которые занимаются творчеством В том смысле, что они не могут остановиться Они не могут этого не делать У них, может, не всегда хорошо получается Их слегка за это ругают Да, они люди-то обделенные, получается Если мы, технари, можем заниматься каким-то творчеством То они, люди творческие, технически заниматься проблемами не могут Ну, машины ремонтировать, например А гуманитарии, они, наверное, в силу своего образования, может быть, оно, ну как, менее формализовано Там надо другие мозги иметь Не хуже, не лучше, а просто другие Я, например, наизусть плохо запоминаю Я лучше запоминаю там схемы А вот наизусть учить все там латинские названия Это смерть У них другие мозги, может быть, поэтому Их собственная специальность, их каждодневная работа Может быть, в себе содержит больше творчества, не знаю То есть вам в каком смысле повезло? В этом смысле нам повезло У нас такая жесткая, понятная и конкретная специальность, и работа И вот, да, и некогда, и нечего там вот А когда можно, мы сидим иногда и играем на гитарах Но то, что вы сказали, это факт Действительно, подавляющее большинство технарий Это статистика Как вы относитесь к другим музыкальным жанрам? Слушаете ли вы то, что крутят по радио, по музыкальным телеканалам? Или вы только замкнуты абсолютно в авторской песне? Нет, мы не замкнуты в авторской песне Совершенно неожиданно по Муз-ТВ я услышал группу Нана Когда она выступала в Америке Они в соборе пели Они пели потрясающие просто джаз Потрясающее исполнение было Это группа Нана, которая вообще-то у нас ассоциируется Неожиданно как-то С определенным слоем и так далее Это была музыка очень высокой буквы И как их можно не слушать? Ведь получается, что артисты, когда выступают со сцены И несут вот то, что вот мы слышим Они как бы принижают свои качества до уровня такого, которого требуется Требуется для массовости Ну, чтобы заработать деньги, надо опуститься вот до такого уровня А если вы будете петь самодельную песню с утра до вечера по радио Вы, извините, не соберете никаких рекламодателей Ваши музыкальные пристрастия, Олег Геннадьев Наши музыкальные пристрастия, ну, такие же Я во всем согласен со своим напарником и со всем нашим российским народом Такие же пристрастия, наверное, как у большого количества людей Мне не нравится тот-то, 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 мне нравится тот-то Я, если есть возможность, я сижу, слушаю Я даже джаз иногда слушаю, это не про Андрей Алексеевича будет сказано Ну, ты я хотела сказать, что авторская песня вас не приучила, в общем-то, к какому-то хорошему уровню Ниже которого уже как-то не хочется опускаться Да, поэтому, если есть возможность, то я в этот самый Кладу компакт-диск, где там весь висбор написан И вот у меня целый день поет, он мне не мешает Если у меня этот диск кто-нибудь забирает, я туда кладу компакт-диск с бахом И у меня целый день бах играет Ну, если вокруг никого нету, это можно целый день По сторонам человек трудно выдержать баха А потом вечером приходит уборщица, начинает убирать, потом поднимает голову Говорит, Олег, кто умер, что ли? Я говорю, нет, а в чем дело? Она говорит, да музыка-то какая играет Да, непривычно Вот, поэтому сказать, что мы только вот это вот берем Вот у нас есть там пять кассет, и мы их уже затерли до дыр Потому что другое больше ничего не слушаем, нельзя И народную песню я с удовольствием слушаю, по возможности пою И классическую, и ну какие еще, я в жанрах плохо разбираюсь Вот Ну давайте уже и мы тогда что-нибудь послушаем Накопаю черви дождевых Наловлю окуней волосатых Есть уху трех девчат боевых Посажу возле ног волосатых А когда наедятся ухи И нальются вишневые наливки Про любовь я прочту и стихи Хи-хи-хи-хи А потом провожу до калитки И они на меня поглядят Как на инока, как на святого И попросятся быстро назад Чтоб наливки попробовать снова Но, увы, не затем я ловил Окуней волосатых и вишню Не затем для наливки давил Вил-вил-вил Чтобы спаивать дев симпатичных Я с цепи отпущу кобеля Чтобы девушки не докучали Что нужны вдохновения для А не для суеты и печали И усядусь за письменный стол И поймаю, как окуня в речке Еще не изреченный глагол Гол-гол-гол-гол О любви непорочной и вечной Ну, имя автора этой песни, Александра Сахнова, я думаю, не нуждается в представлении его Песни просто льются каким-то бальзамом сладостным на душу любого астраханца А как авторы, кстати, воспринимают исполнение их песен? Очень трепетно и трогательно относится к текстам Как истинный автор Да, как-то с музыкальностью Вот здесь мы можем еще как-то выровнять его требования А вот с текстами иногда мы слова попутаем Забываем что-нибудь с песней о Геннадии Горлова Вообще были страшные истории связанные Которую мы открывали первую передачу Не был ленивый ветром не дышит Да, мы сняли ее с фестиваля в 96-м году Волгоградского на маленькую такую микрокассету И с этой микрокассетой мы потом пытались рисовать текст Ну, что-то мы поняли, а какую-то строчку не поняли Пришлось досочинить Потому что песня была хорошая, было жалко Но мы досочинили После этого мы ее спели Нам сказали, нет, там не так все Там, в принципе, не так И мы обратились к Геннадию Горлову уже лично Само обращение носило тоже характер хулиганства Выходки И чуть не закончилось дракой Вот Причем Олег Геннадьевич пытался подраться с ним А Геннадий Горлов Это двухметрового такого Телосложения Мужик Как шкаф Необъятного Как-то ваш образ приобретает какие-то новые черты Он нам сказал эту новую строчку Вернее, как она в оригинале должна звучать И мы с этой строчкой, проворачивая ее в память Вроде как запомнили, пошли И после того, как мы дошли наконец до авторучки с блокнотом Через 20 минут Да Мы шли радовались, что наконец-то Как мы не могли Такая простая строчка Господи Ну ты представляешь И вот так вот доходим Помнишь? Нет А ты не помни Вы ее опять забыли Мы ее опять забыли Потом мы уже лично приехали просто к Геннадию Горлову Перезнакомились с ним уже в его художественной мастерской И там уже было сказано нам, что мы поем неправильно, что надо петь вот так, вот так, вот так И Гена нам разложил все как надо, что мы неправильно его творчество интерпретируем Но потом рукой махну, что ладно, пусть будет так Жизнь идет, прорабы строят Парикмахеры стригут Дети спят Дети спят, шахтеры роют Заключенные бегут Каждый святый исполняет Предназначенную роль Эмтропия возрастает Дорожает алкоголь И лишь султан Брунея Простой султан Брунея Не думает о чем коньяк О праздности болея Слышь ты, султан Брунея Давай-ка жить дружнее Меняй же свою нефть на наш портвень Клянусь, не пожалеешь Кто-то в гольф играет в клубе Кто-то бродит босиком Кто-то свежих устриц любит Кто картошечку с лучком Бог воздал тут все понятно Разделил что им, что нам Все должно быть адекватно Зад соответствовать штанам К примеру, князь Монако Обычный князь Монако Не будет хавать анкл Бенсон Он не дурак, однако Послушай, князь Монако Ведь мы живем в барахах Но Твоей княгине до моей жены Как до бикино У меня пропала тяга Беспондовому труду В туалете есть бумага Я в писатели пойду Стану совестью народа Буду деньги зашибать Буду платно год от года За отечество страдать И только Пушкин Кучерявый Пушкин Всем видом бронзовым Дает понять, что нам сына Одна полушка Скажи-ка, дядя, ведь не даром Большие платят гонорары Уж лучше я продам штаны Куплю себе гитару Жизнь идет про рабыстроя Кто-то в гольф играет в клубе У меня пропала тяга У меня пропала тяга Каких еще местных авторов вы исполняете? А у нас местных авторов-то Елена Решетняк Да Владимир Бузычкин остались Всего у нас больше авторов Известных нам Известных нам, да Хотя есть еще масса такая Слой авторов Которых мы регулярно слышим Но что-то нам петь их не хочется Вот Мы его Владимир Бузычкин может быть Ну так Одну-две песни знаем Через левое колено А вот у нас в аудитории присутствует Один из старейших представителей Авторской песни в Астрахани Григорий Васильевич Меляшкин Может быть он задаст вам Какой-нибудь каверзный вопрос в отместку В отместку на то, что мы не поем его песни Ну передайте в микрофон Наверное, задаст Танцуем его танцы Вопрос каверзный В том смысле, что Вот сейчас Вы очень удачно Демонстрируете Такое согласие Такую согласованность Причем и Как бы И в жизни И в творчестве И в пении И в разговоре Даже если вас не знать Все равно можно заподозрить Что это не совсем все так Есть какие-то вещи На которые вы смотрите С двух абсолютно разных сторон Вот мне интересно Так сказать Когда вы Выбираете Репертуар Так сказать Или когда Идете в каком-то стилистическо-музыкальном направлении У вас возникают какие-то проблемы Или это есть какой-то ресурс для того, чтобы повысить ваше качество Как вообще вот это все происходит Я понимаю, что многие вещи Синхронно Но вы понимаете, что вот Свои личные как бы Взгляды Надо использовать в этом деле У меня есть два ответа На ваш каверзный вопрос Первый ответ Да Да Второй нет Второй нет Да Мы совершенно относимся по-разному к двум фрейдовским вещам К сексу и деньгам Да Молчание повисло Это про секс или про деньги? Да По-разному Да А вот по поводу творчества Конечно Здесь Олег Геннадьевич Вот частенько мне Я ему частенько задаю вопрос Про что это песня Прошу объяснить мне Для того, чтобы мы пели Хотя бы про одно и то же Зачастую мне приходится рисовать картинки Рисую я плохо Поэтому Шаржи Комиксы такие Чтобы было понятно Комиксы на песни Нас спасает Во-первых то, что Вот эти самые музыкальные пристрастия У нас все-таки одни и те же Мы не случайно Сошлись На этом самом На Дольском На Александре Он все-таки музыкален Вот Поэтому Если выясняется, что Нам понравилась Одна и та же песня То чаще всего Все-таки из-за музыки Другое дело, что Один говорит Ты знаешь Там стихи все-таки А другой говорит Ты не понял Это там вот восьмой, десятый, двадцатый Там смысл Который был памятный Вот на этом этапе Начинаются споры Они выбираются сами собой Все-таки Из-за музыкальной составляющей Хотя Один говорит, что музыка первична Другой говорит, что стихи первичные Но есть У нас просто музыкальные пристрастия Действительно одни и те же Ну когда мне сильно надоедает это Я просто играю в музыку Да Он поет один, а я подыгрываю На одной из давнишних Телевизионных съемок В этой студии Сказали, ну вот он Ты, значит, будешь петь А ты Ну а ты ему здесь подыграешь Вот здесь вот с коронечкой Хорошо, сказал Андрей Алексеевич Идем подыгрываю Такой был Да, был такой Не успеет луна появиться в небе Когда пьяный ворочусь я домой Ты не вей свои черные кудридуня А над моею над больной головой Ты не вей свои черные кудридуня А над моею над больной головой Ах, зачем ты меня Целовала Дуня Жар душевный в грудях стоя Не наглядно меня называла Дуня И клялась я твоя, я твоя Вот настанет ненастное утро Дуня Будет дождик с утра моросить Ты услышишь протяжные пенье Дуня А то меня да понесут хоронить Ты услышишь протяжные пенье Дуня А то меня да понесут хоронить И с друзей моих верных, наверное, Дуня Знать никто не придет провожать Только ты ж, моя дорогая Дуня Будешь слезно над гробом рыдать Только ты ж, моя дорогая Дуня Будешь слезно над гробом рыдать И пусть я сегодня больной и угрюмой Дуня А ты меня да приласкай, да приголуб Положи свои белые грудь, Дедуня А на мою дарскудрявую грудь Положи свои белые грудь, Дедуня А на мою дарскудрявую грудь У каждых артистов практически всегда перед выступлением У них имеются какие-либо приметы С левой ноги, например, на сцену зайти Какая у вас примета есть? Сен грамм ведь Ну, у всех по-разному Нет, вы знаете, первое Мы не считаем себя артистами Мы занимаемся самодеятельностью А самодеятельность подразумевает то, что мы занимаемся это любя В свободное время и как хотим Вот нам нравится сегодня общаться с вами Мы будем с вами общаться Если мы придем в компанию, в которой нам не будет не нравиться общаться Мы развернемся и уйдем Несмотря на то, что даже если нам, то рук там заплатит какие-то деньги Мы эти деньги просто вернем Мы не будем там петь Я почему-то не прав, Олег? Да, вы правы, Андрей Алексеевич Еще раз, да? Вот в этом? У меня рука отвалится Поэтому, ей-богу Нет, честно, никаких таких особых у нас примет Мы просто Ну, какое-то хотя бы волнение-то есть перед этим? Нет, волнение-то другое дело Мы пришли, здесь сидит куча народу И работает сейчас куча людей И мы же должны это делать хорошо Нам просто перед ними хотя бы неудобно У нас люди смотрят Волнение есть Но вот особых таких примет Нам для этого надо, не знаю, три раза в неделю где-нибудь концертить Чтобы у нас выработались какие-нибудь такие там С левой ноги встать, там, да Правой рукой потрясти Мы очень-очень редко это делаем Поэтому у нас вот в эту сторону слава богу Мы редко выступаем, поэтому нет примет Итак, а дуэти? Как вы видите себя лет через пять, десять, двадцать? Дожить бы, а! Если зрение не испортится, то хорошо видим, как... Ну... Новое поколение молодёжи подрастёт Они ещё и смогут достать дуэти пальцев? Новое поколение подрастёт, ежели мы перестанем... Его давить? Нет, мы его... Два недостатка, да? Красота и скромность Ежели мы займёмся делом, то наше дело будет по большому счёту состоять в создании, я уж извиняюсь, клуба и собирания народа там Вот тогда можно через пять лет говорить, что мы там чего-то такое А так, так у нас других, ну, обычных дел будет добавляться всё больше, 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 времени у нас будет всё меньше, меньше и меньше Мы будем всё... Мы будем всё время петь старые песни Да, мы будем всё умнее, 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 поэтому каждой новой появляющейся песне мы будем всё более аргументированно и многослойно критиковать и объяснять, почему их не надо петь В результате через пять лет мы уже ничего не будем делать, это можно потом по плёнке этой проверить будет Мы через пять лет ничего делать не будем Это называется старость Это вот дружжание уже Это называется опыт, это называется... мудрость это называется, я бы сказал, много слов есть Вот, ежели параллельно с этим ничего не будет делаться, то этого никто и не заметит Это он просто молодо выглядит вообще-то, а на самом деле Я выгляжу ещё моложе Я благодарю гостей нашей студии, Андрея Пальцева, Олега Водовозова, да, мы этим всё-таки ещё раз скажем наш огромное спасибо Я благодарю вас, ребята, что вы пришли к нам И я хочу сказать спасибо телезрителям, что они нас смотрели все эти полчаса Надеюсь, что всё-таки вам с нами было интересно, так же, как и нам друг с другом И я призываю вас смотреть молодёжную программу «Клуб», её музыкальное приложение, программу «Акустика» И прощаюсь с вами, до следующей встречи, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Под небесной вышине тишина плыла На которую никто не надеялся Оск каплями свеча точки ставила Не очнуться нам, не дав, не опомниться И одних нас в целом мире оставила Нас двоих до два бокала Бессонницы Мы смотрели, как в бушующих пламени Бились искры от пожаров не сбывшихся И бесследно таял воск, будто сами мы Во вселенной до огня заблудившись А на утро всё придёт в соответствии Каждый свой увидит свет за оконцами Будто не было стихий Будто жили мы под разными солнцами Будто не было стихий Будто жили мы под разными солнцами Клево гарочек свечи на краю стола Не вязался разговор и не клеился Под небесной вышине тишина плыла На которую никто не надеялся Под небесной вышине тишина плыла На которую никто не надеялся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok